Здесь у нас такой участок, где плитка соединяется в двух направлениях, и вот в этом месте нужно сделать заводской шов. С этой стороны он есть, а здесь плитка режется по диагонали, и делаем красивый шов. Плитка резом отрезать можно ровно, но идеально, как заводской шов, так не получится. Мы дорабатываем это черепашками. Сразу берем более крупную, это тридцатка, она снимает достаточно неплохо, потом переходим немножко более, это 200, к примеру, или 100. Ну и последний вариант, это у нас 500, вот она. Она уже полирует, сделает угол совсем уж гладким, как плитка. Если провести рукой, не чувствуется никакой острой грани. И болгарку нужно выставить на минимальные обороты, один, два, ну максимум три. Чем будут больше обороты, чем быстрее придет негодность вот такой круг. Вообще они рассчитаны на сухую шлифовку, но можно и на мокрую. На мокрую увеличивается даже вот срок службы. Так как у нас сухая полировка, шлифовка, здесь главное не сжечь это все. Ну и еще есть вот такие круги. 60-е, они более профессиональные. Ну и цена у них, конечно, отличается. Потом покажу, как они в работе. Вот примерно так должно получиться, как заводской шов. Осталось нанести клей, положить и все зафиксировать. Нарезаем сейчас плитку такими полосами, тут сантиметров 11 или 12, 11 сантиметров. Это пойдет на откос. Откос к входной двери. И по полу у нас осталось не так много. Проще, конечно, было бы, если бы она шла вот так по диагонали и пошла бы дальше. По всей площади. Но здесь совсем другое. Вот так вот. Осталось мало, совсем чуть-чуть. Немного плиток, наверное. Около пяти плиток и все. Не будем фуговать. Убирать, мыть плитку и фуговать. Плитка гладкая. Глазурь. Ну и вот еще одно место. Немножко придется здесь поработать. Радиатор. Идут со стяжки такие трубы. Ну и вот здесь есть несколько вариантов. Один мы откручиваем вот этот, здесь перекрываем. Но тогда отверстие будет приличное. И внизу здесь не совсем красиво будет. Второй вариант. Делаем здесь красиво отверстие. Как раз по диаметру трубы. И вырезаем так. Фугуем потом все. И третий вариант. Нужно отключать отопление. Откручивать вот эту гайку. Кстати, под розетки, плиточники всегда берут дополнительно деньги. За каждое отверстие. Вообще-то нормально. К примеру, положить плитку без отверстий и положить с отверстиями. Есть же разница. В квартире три окна. Ну и везде будет на откосах плитка. Да, я еще чуть не забыл. У нас будет в кухне, в гостиной, в коридоре плинтус не обычный, а из плитки. Вот с такой же плитки, как вот эта. Толщина плитки 6 миллиметров. Она не такая толстая. И будет бордюр такой идти. Всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. И до встречи в очередных видео. Всем пока.